Благословен Бог наш всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Слава небесный, отечетелю души истинный, И живи с детстве, и вся исполняя Сокровище благих, и жизни подателю Приди в селе сябны, и очистины от всяких скверных. Бог Господи, и вся наоборот, Вою славе от гряды, во имя Господне, Правила веры, образ кровости, воздержание Учителя, Я ведь остану твоего, я живище истинно, Больше священно, начальниче, и во веки, молитесь о Бога. Им же, бывшие сильны делом и словом, Крещение предавшися на положение, Церкви воздвигоши, утвердивши жертвенники, Священство положивши правила и законы, Их же мы грешни и держащи предания, Припадаем тебе вечному Богу, И молимся тебе благоутробнее, К твоему песнопению, созданную сию часовню, Божественной твоей исполни славы, И в ней неосужденно, пред ней неосужденно Служите тебе сподобие, мольбы у нас и у всех людях, Воспосылающие и твоей просящей благости, О вольных и невольных грестях, Впрощение, в исправлении благогушительства, И в исполнении всякие правды, Яко благословися, твое пресвятое имя, Отца и Сына и Святаго Духа, Ныне и пресно и во веки веков. Аминь! На недвижиме в листе камене заповедей твоих, Церковь твое твердей. Кровью Сына Твоего окропленного древа, Во ежи быти часовни сей, Имени Твоей созданной, По кровь державен твердое ограждение, От всякого слагого обстояния, Всегдашное избавление, Благолепие же украшение, И знамени видимых и невидимых врагов страшное, И ужасное, Всех же часовни сей, Свероев подходящих, И на ню взирающих, И распятому на кресте Сына Твоему, Кланяющихся, Благослови силою крестную оградим. И очистены от всяких скверных, И спаси Божие души наши. Бог Господи, И висит нам благословен, Гренируем Господне. Счалые ненадежды им, Помы, Благородицы, Прилежно ныне, Бредицы, Брежный, Смиренный, Преподев, Благородицы, Завыщие глубины души, Влады, Чисты, Благослови, Нанимилостерно воши, Благослови сила погибающих, Сложности при решении, Не отродив, Своя рабочая. Во имя Отца и Сына, И Святаго Духа, Аминь. Благословляется, Освящается, Крестство и Часовня Сия, В честь иконы Пресвятой Богородицы, Именуемое, Взыскании погибших, Благодатью Всесвятаго Духа, Креплению воды, Сеосвященной, Во имя Отца и Сына, И Святаго Духа, Аминь. Состоялось освящение Двух часовен кладбищенских. Одна часовня В честь иконы Пресвятой Богородицы, Именуемое, Взыскание погибших, И вторая часовня В честь святителя и чудотворца Николая. Я считаю, Что это очень важное событие В жизни Фурмановской земли, Потому что Большое количество Жителей этого города Из своих городских квартир, Из своих домов Переселяются на кладбище, А их родственники приходят Их поминать. Знаете, Когда мы приходим На современные кладбища, То испытываем определенные чувства. И я думаю, Что каждому человеку Хочется побыстрее Это кладбище покинуть. Потому что Ощущение смерти, Тоски, Безысходности Всегда Каким-то образом Касается сердце человека. А вот когда мы посещаем Кладбище дореволюционное, Так называемое Старинное кладбище, То человеку, Как правило, С этих кладбищ уходить не хочется. Ему хочется, Он ходит по аллеям, Смотрит на памятники, Останавливается. И вот это ощущение Вечности, Которая присутствует здесь, Ощущение покоя, Они настолько умиротворяют человека, Что он действительно не спешит покидать Место, которое, Не странно, Является кладбищем. И проблема заключается здесь В том, Что, Конечно же, Многое значит, Кто похоронен на кладбище, Какие люди, Какую жизнь прожили эти люди, Которые погреблены в этой земле. Но и очень большое значение имеет, Есть ли на этом кладбище храм. Ведь все старинные кладбища, Они строились вокруг храмов. Там всегда был храмовый комплекс, Была часовня. А вот современные кладбища, Конечно, Этой святыни не имеют. И поэтому, Наши современники, Приходя на кладбище, Не знают, Как себя вести. Они не умеют молиться, И не молятся за своих родственников. И у них нет места, Где они могли бы помолиться. А вот те старинные кладбища, На них всегда непрерывно совершалась молитва. И даже более того, Приносилась бескровная жертва. Божественная евхаристия в храмах. И молитва в этих часовнях. Поэтому я очень рад за жителей Фурманской земли. Они получили возможность теперь молиться На своих кладбищах за своих родных и близких. Вообще, это очень хороший пример для других наших районов, Для других наших регионов, Как глава района в настоящем заботится о своих жителей. Потому что строительство этих часовней, Это показатель того, Что он действительно думает и о тех, Кто живет на этой земле, И о тех, кто уже ушел в путь всей земли. И эти часовни, Они действительно как духовные врата. Через которые мы из нашего бренного мира Переходим в мир иной, В мир вечность, В радость о Господе. И дай Бог, чтобы таких часовней У нас было на каждом кладбище Нашей Иваново-Знесенской земле. Большая благодарность и признание Жителей Фурмунского муниципального района. Спасибо.